Третий блок у нас сейчас в гостях Дмитрий Кубанкин, археолог и Ольга Лысикова, профессор кафедры туризма из ГТУ. Здрасьте. Добрый день. Здрасьте. Позвали вас обсудить вообще туристическую политику в Саратовской области. Начнем, пожалуй, с Увека, там с Укека, как правильно? Если про средневековый город, то Укек, если про современный поселок и городище, то Увека. Замечательно. Вас позвали к Владимиру Путину, а точнее на заседание общественной палаты, на котором будет он присутствовать. Что вы хотите ему рассказать и вообще для чего? У вас, наверное, более качественная информация, чем у меня. Это по сообщениям общественного мнения. Я просто пользуюсь нашими СМИ. Насколько я могу судить по своим данным, меня пригласили на заседание общественной палаты, а вот будет там президент или нет, это вопрос второй. Ну а собственно тема, которая будет там освещена, это и есть наш проект «Один день жизни средневекового города». То есть, собственно, проект, посвященный Увекскому городищу. И мы бы хотели рассказать несколько шире, то есть мы хотели бы рассказать о фестивале и хотели бы рассказать о самом городище, о том, насколько это интересный яркий объект, который может по-новому заиграть не только на наш регион, но и в целом дать что-то, какой-то новый толчок, новые движения. Ибо известно, что такое историческая реконструкция, это как правило фестивали, посвященные поединкам, каким-то сражениям и так далее, мы бы хотели перевести это несколько в мирное русло, непосредственно жизнь города, ремесленники, торговцы, показать многонациональный город, где исповедовали различные религии. Это то, чего нам сейчас, может быть, не хватает. Город, в котором активно и продуктивно проживало разнообразное население. Хорошо, я так смотрю, у вас это любимая тема, которой вы занимаетесь. Тем не менее, вот ваш проект, он в итоге, что должен принести? То есть это просто культурный проект, это... Хороший вопрос. И, наверное, самое главное. Здесь, когда мы его только начинали, то, естественно, у нас был это культурный проект, который был нацелен на то, чтобы обратить внимание жителей, прежде всего, нашей области города, на то, какая у нас богатая, яркая, интересная история, на примере Увекского городища. Когда же к этому проекту стали подключаться другие люди и коллективы, то, естественно, цели у него становятся все больше и больше. И пока экономические цели, как от кого, не ставятся. Ставится больше такая просветительская цель и цель движения нового... Ну, бренда, может быть, это громко сказано, но, скажем так, новой интересной идеей. Ну, а во что это выльется, вот в том числе, мы узнаем после этой поездки. Ольга, может быть, вы мне ответите, что может нам дать вот этот проект? Я разделяю мнение коллеги и думаю, что очень важно популяризировать среди населения нашего города, области и сопряженных регионов, чтобы к нам приезжали и самарцы, и пензенцы, и жители Волгограда в том числе на этот проект, который проходит до приуроченной огню именно города. А надо не забывать, что 27 сентября это день туризма, всемирный день туризма, поэтому, собственно, можно пролонгировать этот праздник, этот день. И поэтому, скорее всего, это популяризация. А там, где поток местных жителей, туристов, сувенирная продукция, наличие СМИ, каналов, то есть это неизменно приносит некий дивиденд, сначала культурный, социальный, а потом экономический. Поэтому, если мы будем гнаться за рублем, как говорили предшествующие наши коллеги, деревянный, он кризисный, пикирующий, да, рубль, сейчас нельзя ставить такую цель. Нужно в ряду других областей Нижнего, Среднего, Поволжья выделить Саратов, чтобы мы не растворялись в общей массе. И вот, и думаю, что у век, у кек, это... Мне не нравится это выражение, точка роста, но это на самом деле так. То, на что можно ставить ставку, делать ставку, как на немцев по Волжье, как на турбазы Волжские, как на, пожалуй, что Зеленый остров, но это еще один такой очень сложный, многоликий проект. Так что, это хорошая идея, и нужно просто отдать должное нашим археологам, историкам, которые не бросают эту идею и доблестно ее развивают, популяризируют. Вопрос только один, а выдержаны ли мы конкуренцию с этим проектом? Я думаю, что... Среди кого? Допустим, среди Поволжских каких-то областей. Все в наших руках. Если объединяются, ну, знаете, научно скажу, социальные институты, социальные акторы заинтересованы, у нас же очень умные и способные студенты. Они пишут проекты, они пишут дипломные работы, выпускные и квалификационные работы магистра туризма, нашего университета, Саратовского государственного технического университета. То есть это не проект одиночки, это большой группы подвижников. О чем всегда славилась наша, пожалуй, что и страна, и регион, это людей беззаветно работающих, и, пожалуй, что не за деньги, а за идею. И вы знаете, вот как-то вот даже в расцвет капиталистических отношений не угасается. Когда мы едем в Вольский район, в Балашовский район, там есть краеведы, которые говорят, берите идеи, берите наши записки, развивайте это. Ну, может быть, это не совсем вот с точки зрения экономики, рентабельно и нужно, но вот, наверное, мы из когорта людей-подвижников. Ну, если можно, я тогда добавлю. У нас вот, прежде чем было такое приглашение, поступило на заседание общественной палаты, состоялась встреча с секретарем общественной палаты Российской Федерации, Бричалом Александром Владимировичем, и от него мы услышали, ну, очень дельный, интересный такой совет-предложение. Роль личности в истории каждого человека из нас, она велика. Ведь самое простое, что можно сделать, сказать, а, все плохо, и на этом ограничиться. То есть, вот обратите внимание, по большей части мы сейчас этим и занимаемся. То есть, мы все свои силы тратим на то, чтобы сказать, как все плохо, как вокруг нас все ужасно. На самом деле, все не так плохо, ведь все заключается в каждом человеке. Сделай что-то полезное, и получится. И вот, вы знаете, когда мы начали делать этот проект, один день жизни средневекового города, к нам стали приходить люди, которые говорят, чем я могу помочь. То есть, есть люди, есть платформа, есть интересный материал, есть заинтересованность местных органов власти, и вот сейчас мы уходим на более высокий уровень. Это не значит, что все замечательно, но это значит, что есть хорошие предпосылки, надо только грамотно развиваться, не надо, наверное, сразу так бросаться в какие-то громкие лозунги, из которых может проект погибнуть, потому что громкий лозунг – это мыльный пузырь. Давайте лучше потихонечку, аккуратно развивать эту идею, развивать этот проект, и он сам покажет, во что он может вылиться для города, для региона, для области. Можно в продолжение? Пожалуйста. Да, вот федеральная целевая программа, и вот сейчас сформулируем мысль. Есть такой сайт Ростуризма. Вы знаете, что сейчас отрасль туризма относится к Министерству культуры. На сайте Ростуризма 259 инвестиционных проектов по регионам России. Один только проект Саратовской области представлен. Это Хвалынские холмы. И то он в таком состоянии, поиск инвесторов, уже два года затянулся, поиск инвесторов. Почему бы под этот проект уже выделять не региональные деньги, а федеральные, то есть войти. Ярославская область – десятки, Костромская – десятки, Татарстан – десятки. Но Саратовская область должна себя обозначить через поиск единомышленников. Мы сегодня прошли по центру города, поспрашивали наших жителей, есть ли в Саратове такие места, куда можно съездить, отдохнуть. И где вообще у нас туризм-то должен зарождаться. Давайте посмотрим сейчас. Здесь много достопримечательностей, которые можно поглядеть. Отдыхаю по-разному везде. В Хвалынске. Так, еще где у нас? В Черемшанах, я знаю. Ну, вообще, я не любитель отдыхать, я больше работаю. Да, конечно, видите, туристы из Китая как раз у нас здесь, да. Так что вполне-вполне, да, привлекает меня. Нет, мы еще не видели город. Еще не видели, да. Первый день здесь, поэтому сейчас вот видели ваши пешеходные улицы. Ну, город не такое большое, но уютное, хорошее, да. Так что всем нравится, да. У нас очень много здесь исторических изданий, и Волга рядом. Хорошее вот место для туризма, прямо изумительное. У нас Гагарин. Вот надо бы, надо бы, вот там, где Гагарин приземлился, и вот там сделать стоянку для пароходов. Какие, знаешь? Нет, не знаю. Ну, не знаем даже. Не знаю, наверное, только Медведица, Пугачевская, вот это вот Пугачев, род Пугачевы, Иргист. Собственно говоря, и все. Ну, есть Олечеевский овраг раскапывает там доисторические, ну, и исторические какие-то там ценности. Я живу всю жизнь в Саратове, всю жизнь по области ездим за грибами, на рыбалке. Конечно, бы. В Хвалынске, я знаю, в Хвалынской области есть пещеры, Сталагнитово или Сталокситово, я уже точно не помню. Да и вообще река Волга. Определенно, да, очень много архитектуры старинной. Есть на что посмотреть. Это мало достопримечательностей. Нет каких-то таких значимых мест, которые знает весь мир и вся Россия, например. Я отдыхаю где-то, я дома. У меня денег нет, я дома отдыхаю. Ну вот, про Хвалынск говорят, про УВЕК промолчали, еще промолчали про идею в Ольске, где хотят сделать палеонтологический музей под открытым небом. Давайте на этом мы с вами закончим. Как раз я хотел у вас получить ответ, что важнее для нас, палеонтологический музей под открытым небом или УВЕК. Что вы мне ответили, я знаю. А зачем тебя ограничивать? То есть можно и... Ну это совершенно разные направления. То есть если мы говорим о сегодняшнем проекте «Один день жизни средневекового города», то это проект однодневный. Это событийный туризм. Если мы с вами говорим о песчаном карьере... О песчаном, прошу прощения, о меловом карьере в Ольском районе, то это совершенно другая тема. Это уже природный туризм. И, собственно, зачем их валить, что называется, в одну кучу? Мне кажется, можно существовать параллельно. Чем больше проектов, тем больше выбора, тем больше достопримечательностей. Ни в коем случае не надо зацикливаться на чем-то одном и массировать его. Нет, не исключают, а взаимодополняют они друг друга. Тем более, что палеонтологический музей – это вообще потрясающая научная база в лице сотрудников и профессоров факультета экологии и сервиса Саратовского государственного технического университета, геологов и географов. Так что тут главное объединить усилия администрации муниципальной, преподавателей, краеведов и местных жителей. Мы только что видели, что люди любят свою малую родину, готовы и не только транслировать, сами отдыхать, а те, которые сидят дома, ну, извините, значит, у них все впереди для того, чтобы путешествовать по Саратовской области и нашему родному городу, у которого, безусловно, большое будущее как туристического центра и туристской дестинации. Ну, прекрасные слова, на этом, наверное, и закончим. Спасибо большое. В газетах у нас были Дмитрий Кубанкин, археолог, и Ольга Лысикова, профессор кафедры туризма СГТУ. Сейчас у нас небольшая пауза, и в студию к нам придет Дмитрий Казенко с газетой недели. Дмитрий Кубанкин.